В Центре общественного видеонаблюдения за выборами подвели итоги работы с 17 по 19 сентября. Контролировали, как идет голосование волонтеры. Были ли выявлены нарушения на избирательных участках, узнал наш корреспондент. В Центре были установлены панели, где в режиме реального времени велась трансляция с избирательных участков, а также компьютеры, на которых вели мониторинг волонтеры. Добровольцы следили за ситуацией на 446 избирательных участках. Они фиксировали моменты, требующие дополнительного исследования и правовой оценки. Основная ошибка организаторов была в том, что было несколько человек в кабинках, но мы оперативно решали данную проблему и звонили непосредственно на участок, и это быстро исправлялось, и прецедентов больше не было. Ребята-волонтеры работали на протяжении трех дней с открытия и закрытия избирательных участков. Всего 50 добровольцев. Юридическую помощь, сопровождение жалоб и претензий тоже оказывали волонтеры. Вопросы возникали разного спектра. Это разъяснение прав и обязанностей наблюдателей, это жалобы некоторых избирателей, вопросы по регламентации выборов. Также нам приходили вопросы, жалобы избирателей. Иногда мы с ними созвались участковыми избирательными комиссиями по вопросу, чтобы можно было обнаружить, как человек заполняет бюллетень на участке. Мы им тоже говорили, чтобы они сделали так, чтобы была соблюдена тайность голосования. За каждым участком велось внимательное наблюдение и отслеживались все этапы. Следили за состоянием урн для голосования и сейфами, где хранились бюллетени. При малейшем подозрении на нарушение выводили изображение на большой экран и посекундно изучали все кадры. Были некоторые замечания. Мы, наверное, рассмотрим их в общественной палате и передадим в избирательную комиссию. Например, слабо было видно пломбы на урнах для голосования. Поэтому наша рекомендация, чтобы они были все красного цвета, они видно будут хорошо и на белых, и на черных урнах для голосования. Поэтому вот такие четкие рекомендации, чтобы видеокартинка, видеорегистрация шла в четком режиме, чтобы мы видели. Общественной палатой Тверской области было подготовлено около 2,5 тысяч наблюдателей. Они непосредственно работали на избирательных участках по всему региону. На территории Тверской области во время избирательной кампании мы не зарегистрировали каких-либо нарушений, которые могли бы повлиять на то, чтобы считать наши выборы нелегитимными. Выборы в Тверской области состоялись, и все победители в этих выборах вполне легитимны. Никаких нарушений наше видеонаблюдение, наша работа не зарегистрировали. Другой технологической инновацией общественного наблюдения на выборах 2021 года в Тверской области стало использование онлайн-платформы НОМ-24, площадки, объединяющей большую сеть электоральных экспертов ассоциаций независимый общественный мониторинг. Всего сообщения относительно избирательного процесса голосования по Тверской области поступило более 400, и за этот период мы их обработали. И каждая информация верифицировалась, ей давала оценка с точки зрения, имеется или нет действительно нарушение требований избирательного законодательства. Уполномоченный по защите прав человека в Тверской области Надежда Егорова, один из координаторов общественного наблюдения, напомнила, что видеонаблюдение лишь дополняло возможности гражданского контроля за выборами. Основную информацию о том, как реализуются избирательные права граждан, региональный общественный штаб получал непосредственно от наблюдения с мест.